Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела. С вами Народный Батюшка. Мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Суббота. Топим баню. Ну и когда топим баню, говорим о здоровье тела. Но сегодня Татьяна Ковтанюк задала очень интересный вопрос. Просит поговорить о покаянии. Как-то, говорит, интересно стало, что Церковь стала больше говорить о здоровье тела. Привлекает к себе через то, что у вас пройдут болезни тела. А на самом деле гораздо важнее бороться с болезнями души. Вот так примерно звучит её комментарий. И она абсолютно права. Больше того, я ведь неоднократно уже об этом говорил. И говорил в том числе в связи с тем, что Церковь, конечно, в большой степени действительно стала тем, в чем её обвиняют. То есть лавкой или магазином ритуальных услуг. Не таинство, а прямо магазином ритуальных услуг. Где? Или обрядовых услуг уж давайте так. Потому что ритуалы всё-таки у нас относятся больше к язычеству. Хотя у нас входит в состав походоронного ритуала отпевания. Ну, не в этом суть. Значит, что на самом деле из себя представляет это покаяние? И покаяние – это самое важное. Что должно с нами произойти после крещения и после многократных посещений Церкви. И больше того, посещение Церкви – это и есть форма покаяния. То есть именно все службы, исповедь, а в конечном итоге и причастие, относятся к одному чину – к чину покаяния. К чину покаяния. Без покаяния, естественно, не может быть никакого освящения. Тем более, без покаяния не может быть и здоровья тела. Потому что у нас, ну вот, святые отцы достаточно чётко даже определили, какое заболевание относится к какому греху. И по болезням могли сказать, в чём человек, можно так сказать, виноват. Какие у него отступления от закона Божьего, от истины. И если это грехи там связанные, ну, в общем, я не буду перечислять, если хотите, сами разберитесь. Но ходит много таких списков, что если у тебя болят ноги, то ты в одном виноват. Если у тебя болят руки, то ты в другом. Голова в третьем. И я не могу сказать, что это совсем неверно. Конечно, это верно. Но абсолютно права Татьяна, что мы зацикливаемся на поверхностной части заболевания. А в то время, когда надо лечить душу, лечим тело, пытаемся полечить это тело. И забываем о том, что главное лекарство всё-таки не причастие, как там вот считают, что надо прийти к причастию, и тогда ты будешь святым. Ну, там, действительно, святая святым. А главное-то лекарство покаяния. Действительно, покаяние. И что мы с вами видим, когда без покаяния люди подходят к причастию, да и вообще выполняют все таинства? На самом деле, таинства церкви, они все завязаны на том, что их выполняет святой человек, то есть покаявшийся человек. Начиная от крещения, вы помните там, что если не сам крещаемый, отрекается от сатаны, от всех дел его, от всех дел его и от отношений с ним. Если не он, то отрекаются крестные отец и мать точно так же. Но задумываются ли те, кто так делает и при крещении произносят эти отречения, о том, что это отречение и есть покаяние. Первое покаяние человека. Каин, мы помним, что он, можно так сказать, первый из детей Адамовых, который согрешил смертным грехом. Он убил брата своего. И вся жизнь у него, без того, что он покаялся, он из зависти ушел, ушел в другие области. Есть некие такие предания, что вот все, что у нас есть искусственного такого, это все каинисты сделали. Это те, кто не хотел возвращаться к Богу, они начали строить свой рай, они начали создавать свой комфорт. Я вам зачитывал в Абхазии, что есть такое русское Библия, где рассказывает, как жил Адам. И как Адам-то просился к Богу и стучался в ворота и плакал, у нас есть такой плак Адама, плач Адама. И в конечном итоге Господь ему выдалил седьмую часть рая, которую он должен обустраивать и жить в ней естественным путем. То есть вот так, как можно жить в природе, не портия этой природы. А Каин, он из зависти Ксифу, он его убил, ушел и решил строить рай. И поэтому на самом деле все искусство, как бы считается, архитектура, ну, в общем, все искусства, они от Каина. Они такое каинисты, так мир осваивали и создавали в нем для себя комфорт через искусственное житие. И что интересно, что ведь действительно, если мы с вами разберемся сейчас, к чему стремится человечество и вообще, что хочет человек, то мы с вами увидим, что он чаще всего хочет комфорта, он пытается денег заработать, работу какую-то особую себе найти, приобрести жилье хорошее или построить это жилье, там, машину комфортную. Вот сами задумайте, что он все время втягивается во что? Но в каинизм, на самом деле, он входит в состав тех, кто принадлежит к каинистам. И надо сказать, что чем больше богатства и комфорта, тем ты больше погрязаешь во всем этом. Вот ведь в чем проблема. Христос как раз пришел и показал, что покаяние – это отказ от многих форм комфорта, что переход в жизнь, можно так сказать, по естественным потребностям, в том, что тебе Господь, как говорится, дает. Это и есть один из путей перехода в покаяние. Нужно отвергнуть каина и покаяться, после каина стать, после каинным человеком, покаянным человеком. То есть в тебе есть каин, когда ты согрешаешь, когда ты каешься, ты становишься после того своего каина в тебе существующего. Вот что такое покаяние. И начинается оно, конечно, с крещения. Это очень важный момент, когда люди, приходя к крещению, должны оставить все свои прежние грехи. И не только оставить, но ведь истинное покаяние, когда ты предаешь эти грехи забвению. Забвению. Ты забываешь эти грехи. И тот, кто истинно кается, и правильно кается, я вам уже рассказывал, он забывает свой грех до такой степени, что при напоминании грехи он его отвергает, говорит, да не было ничего такого. Вот это истинное покаяние. Истинное покаяние. Покрестившись, вы должны были именно так относиться к себе прежнему. Вы в новую жизнь входите, в жизнь детей Христа, царственную, как я вам рассказывал, жизнь вы входите. Свободны вы теперь, свободны. Вы уже от ус беса избавлены жертвой Христовой. И поэтому, если не покаявшиеся, не покрещенные, они постоянно платят лукавому за то, что они имеют от него вот этого искусственно, за весь комфорт надо платить, вы сами знаете. Сами знаете, и как это радостно не выглядит, но я вам скажу, что платить надо не христианским силам, не Христу, не божественным силам, а платить надо тем силам, которые здесь вот из всего земного, из материи вам и создают то, что вам приносит комфорт. Как посмотрите, Иуда. Ведь один шаг у него был к освящению, так же, как к апостолам. То есть надо было всего лишь дождаться и причаститься от чаши. Но Иуда увидел, что Христос на пасхальную предлагает какую-то, значит, трапезу абсолютно нищенскую, можно сказать, где только хлеб да соль да вино водой разбавленные. На самом деле в это время готовились правильные трапезы и всё такое. И вот Иуда здесь и прокололся, когда Господь ему даёт хлеб, окунул его в соль, в солёный раствор, кстати, не в соль, а в жидкость солёную было принято. И увидел, что ну что это такое, вот он уже некую такую конечную трапезу наш учитель нам накрыл. Вот собрались 13 человек, а тут кувшин вина, кувшин воды и хлеб с солью. Комфорта никакого, никакого. Да и считайные вечери, помните? Надо было ото всех спрятаться, иначе тебя ещё и убьют. Ну и пошёл получить свои 30 серебряников. Это очень большие деньги, хотя некоторые уверяют, что он на эти деньги хотел купить могилу для матери. Ну, пещерку такую хоронили в таких пещерках. Ну, в общем, есть какие-то такие предания, что Иуда вроде какой-то правильной мысли. Но мы-то с вами Иуда, есть Иуда. Иуда мог бы ещё раз стать апостолом на самом деле. Как Пётр, ведь он отвергнут Христа, когда его спросили три раза, не ты ли был с ним, нет, не я, он три раза отказался. А когда пропел петух три раза, он вдруг очухался, и что? И осознал своё предательство. И он покаялся в этом предательстве. Иуда же тоже мог. Но и у Иуда не хватило, как говорится, совести. Деньги-то он вернуть вернул, но пойти перед Христом покаяться, что он его предал, у него совести не хватило. Он пошёл, помните, повесился. Так и у нас, к сожалению, есть большая проблема, что у нас часто не хватает совести покаяться, или решимости. Нет, совесть-то говорит, а решимости нет, покаяться. И приходят в храм. И годами иногда ходят, стесняясь священника, которому стоит сказать о своём грехе. У меня интересные были, неоднократно были интересные моменты, когда вот ходит-ходит там, и вдруг говорит, батюшка, а ведь я вот столько лет ношу такой вот грех, и никак не решаюсь сказать. И говорят грех. Ну, часто, конечно, нелёгкий грех там, или, значит, сотворённый с другими людьми, или самим человеком сотворённый, и так далее. Но вот этот стыд перед священником, что вот он услышит, что нам-то хочется всем быть видимо хорошими, такими, праведными, и вдруг вот я приду и скажу, что вот со мной такое было. Он многих держит, и он не даёт многим покаяться. У многих этот же стыд переходит в сохранение греха перед своей совестью. То есть многие сами перед собой не могут признаться, что они свершили грех. Ну вот, нет, вот ищут всякие поводы, как оправдать то, что они там одно сделали, другое сделали, и кто-то виноват в этом во всём. Вот некоторые прям такие вот приходили на исповедь, и они вот... Ну, все у них виноваты. Все, ну, кроме его, кроме неё. Никак признать, что ты такой виноватый, совершенно было невозможно. Бывали иногда интереснее такие случаи, когда у меня была одна пара молодая, где приходили, и он был как бы очень верующий, и приходил и со списочком, и так далее. При этом его невестка, она ещё не была супругой. Ну, так вот, как бы с ним приходила, и стояла как... Ну, как будто он её насильно привёл сюда. Но интересно, что когда подходили исповедоваться, покаяться, он вот этим списочком, значит, методично, каждый раз читал одно и то же, и каждый раз я ему, ну, поисповедовался, прощал, но на следующую неделю опять приносил эти же самые грехи. А она подходила, вот, несмотря на всю свою такую, это, вот, безалаберность, можно сказать, в поведении в храме, с такой искренностью Кайлос, и Кайлос в том, что она не жена, а невестка, а вытворяют они в постели, чёрте что, и что она и не столько любит его, сколько родителей хотят, чтобы он её взял замуж, и поэтому, ну, в общем, и было так очень интересно, как же дальше будет развиваться событие, ну, события развелись дальше, они всё-таки поженились, ребёнка родили и разошлись. потому что она, как я понял, вот, его такую педантичность, при этом неискренность, вот такой, конечно, не выдержала, не выдержала, и уехала. Так вот, покаяться так, чтобы забыть свой грех, то есть, в забвение к своему греху впасть, это очень сложный вопрос, и это как раз говорит о том, что, к сожалению, церковь пошла по пути упрощения, прощения, я бы так сказал, и это действительно большая проблема у церкви. Я, конечно, разговаривал со священником, ну, а как вот мы так? Вот, потому что, если брать некие там другие церкви, или афонские церкви, как мне рассказывали, так вот, батюшка мог, мне рассказывали на Афоне, я не был на Афоне, денег нет, когда были деньги, хотелось поехать, не хотелось поехать, то есть, некогда было, теперь вроде и неплохо бы съездить, денег нет, вот, так вот, на Афоне могли по несколько дней говорить, говорить, значит, с ним пытать, пытать его, и не допускать к причастию, и исповедание, не принимать, не читать разрешительных молитв после исповедательных, и на самом деле, это вот из того настоящего, первого, можно так сказать, христианского опыта, когда в христиане принимали очень немногих, далеко не всех, ну, как мы сейчас видим, тот же самый Христос, Господь, ведь он мог взять и всех в этой иудеи сделать христианами, какие проблемы ему были? Никаких, а ведь сделали 13 апостолов, потом еще 70, ну, в общем, ну, около, я думаю, 100 человек, там есть уверовавшие, которые еще, которые стали христианами, и все, а почему? Остальные-то не могли, а они не могли покаяться, им отрешиться от того, что у них старое, и что Христос назвал грехом, очень сложно, а он назвал грехом всю, можно так сказать, в то время существующую церковь, которая, да, идет по Библии, от Библии, но пришла в абсолютно обратное состояние, у нее духовное зрение пропало, она Бога не узнала, эта церковь, хотя считала себя святой, эти первосвященники, они такие, блюлись, помните, во двор к Пилату не пойдем, потому что там языческие боги стоят, давай, ты нам выводи сюда Христа, ну вот, и вот это, с одной стороны, казалось бы, чистоту соблюдения, и целые технологии соблюдения этой чистоты, у них не вело к покаянию, гордыня такая вот вырастала, и никто себя признать перед Богом виновным не захотел, как и не захотели признать себя виновным в распятии Христа, то есть, убив Сына Божьего, распяв на кресте, признавать не хотят, не хотят. У христиан покаяние еще, можно так сказать, услождено с свободой, свободой. Так интересно Господь поступил, если в неких других, кто ввязывается в другие религии, там вот эта вся форма очищения и так далее связана в том числе и с некими действиями, там, ты омывание должен пройти, ты должен пищу правильную там пройти, чтобы прийти к очищению, чтобы вернуться в Бога, как они считают. Вот, и мусульмане через очищение опять входят в Аллаха, как говорится, и иудеи также, ну, а во всех восточных религиях там вообще все эти отношения только через какие-то действия, через какие-то ритуалы происходят и так далее. У христиан совсем другая форма. Им не надо ничего за свое покаяние платить, никаких жертв не надо. Им не надо, можно так сказать, много действий каких-то совершать. То есть, просто покайся, скажи вот искренне, что да, виноват Господь, прости меня, Господь, и все, как у этого разбойника на кресте. Помяни меня Господи во Царстве Своем. А это было покаяние, причем самое величайшее покаяние, где он не рискнул даже попросить прощения, не веря, что его можно простить за то, что он сделал. Только помяни меня. И все, и был прощен, и в рай пошел. А у нас такого, к сожалению, нет. И вот этого отношения, что никто мне не поможет покаяться, ничто мне не поможет покаяться. У некоторых есть такое, у богатых мнение, что вот я столько денег заплатил, я церковь построил, как-то я к одному пришел в его частную часовню у него во дворе. Вот. Он попросил меня послужить там молебен. И мы служили, но я ему говорю, ну, давай я поисповедаю там с тобой, чтобы перед тем начали с ним исповедаться, и я говорю ему, ну, вот воровстве грешен, он напомнить ему грехи решил. Нет, я нет, я говорю, как нет, у тебя что, все заработки честные, я знал, что там много накручено, это всякие откаты, переоткаты, а я построил церковь, и вот часовню построил. То есть он тем, что вернул часть украденных денег якобы Богу церкви, считал, что он таким образом покаялся, и он теперь безгрешный живет. Ой, сколько я таких видел. Как они в церкви странно, у меня был некоторый опыт стояния в церкви, где приезжает на богатых машинах, вот, с особым таким отношением, и как они странно себя ведут. Они, глядя по тому, у кого какая машина, определяют, кто грешнее, кто хуже, кто святее. И когда я пешком приходил с какого-то, значит, там вокзала, то им было странно, как я еще священником могу быть, если у меня нет что вложить в церковь, и бог меня не одаривает ничем. Вот, я много говорю сейчас, это, в общем-то, я не скажу, что самые важные слова, поскольку я хочу вам просто действительно внушить, что это сложный вопрос и тяжелый вопрос, но он решающий вопрос. На самом деле умерший без покаяния никогда не попадает ни в какое Царствие Небесное. Мы, хотя определенная форма покаяния у нас как раз чтобы причаститься должен был человек перед смертью и поисповедаться, а мы с вами живем, как будто живем вечно, и сегодня не каемся, не думая, что завтра может что-то, да и вообще мало что думает. И когда веришь вот в такое настоящее покаяние и веришь насколько оно важно для того, чтобы оказаться там, для чего ты живешь, там где в раю оказаться, то в конечном итоге ты приходишь вот к такому страху непокаянности как ближнего, так и себя, как, например, Ксения Петербургская. Она без причастия похоронила мужа, он не успел причаститься, а был певчий хорок, кстати, он в храме служил, я не думаю, что он не причащался там или еще что-то, но вот последний, как полагалось, перед смертью, он не получил причастия и не сотворил покаяния. И это ее, видите, как смутило. Она всю жизнь потратила на то, чтобы прожить в теле Андрея, мужа своего, Ксения Георгиевна Петрова, ей фамилия было, стала Андреем Петровым, это Петров, это ее муж, что мы удивляемся, а ведь она сделала это для покаяния мужа, мужа. Прожила сколько, еще почти 50 лет после него, там по ее по ее дате рождения и дате смерти, она после того, как ушел супруг, 50 лет жила, даже больше, вот в его образе, чтобы получить ему покаяние. У нее была вера, что можно покаяться за него. Но мы с вами слышим святую Ксению Петербургскую, а не святого Андрея Петербургского. так в общем церковь получается непонятно, приняла это покаяние или не приняла. По существу она бы обязана была его тоже причислить к лику святых, но правила такие были. Не было покаяния, не было доказательств при кончине, то в общем-то и Ксения есть, а Андрея нет. Поэтому, дорогие мои, ну, Татьяна попросила сказать, насколько это важно, это абсолютно крайне важно, это самое важное. Всё остальное вы сколько хотите, читайте молитву, сколько хотите, хотите, причащайтесь, если нет покаяния, то нет покаяния. И те, кто думает, что вот я сегодня батюшке сказал, вот я виноват в том-то, он сказал, прощается тебе грехи, ты идёшь и причащаешься, но отойдя от причастия, ты вдруг вспоминаешь все эти свои грехи и думаешь, да ладно, я в следующий раз ещё покаюсь, ещё раз причащусь. Нет, Христос-то видит, Дух-то Святой душу видит, а не ваши значит мысли, которые в голове, да и мысли-то тоже видит. И он видит, что да, языком-то вы батюшке сказали, каюсь, да, а из головы ничего не вылетело, воспоминания не вылетели, а уж из сердца, из души тем более ничего не вышло. В сердце так и осталось, либо сладость от сотворённого греха, такая, как вот было хорошо, некоторые вспоминают об этом, либо боли от сотворённого греха, если подрались, разругались, там, и то, и другое признак греха истинного. И, к сожалению, я здесь вам не могу ничего обещать, и даже не могу сказать, что вот сделайте вот это, и у вас точно всё пройдёт. главный-то совет тем, кто пытается каяться, это то, что когда вы вспоминаете о своём грехе, вы его ненавидьте, вы поймите, что вы на блевотину вернулись, вы поймите, что это было мерзко и для всех разрушительно, это и поэтому раньше-то были специальные, можно так сказать, сроки, чтобы забыл, там, например, пьяницу пять лет не допускали к причастию, считалось, что за пять лет он вот отстанет от этого, если он совсем бросил, вот он отстанет от своего такого пристрастия к этому греху, винопитию, и он тогда будет достоин причастия. Если через пять лет он приходил и говорил, да вот, нет, я ещё, ну, так могли ещё и продлить. конечно, совсем такие страшные грехи, как детоубийство, 25 лет, ну, аборт, ну, тогда, не аборт, это, это, 25 лет не допускался человек, а сейчас церковь этого не может сделать, потому что, если вот так пойти по этому пути, такой работы, что мы лечим, как ты, Татьяна, говоришь, лечение души, мы лечим тебя от аборта 25 лет, а через 25 лет покаяния будем проверять, ты здоровый или нет, и причастим, не может церковь на это пойти, потому что придётся всех отлучить, ну, я не знаю, может, один-два процента останется тех, кто действительно таких грехов не сотворяли, а остальные-то, и что, и церковь скажет тогда, как тогда нам жить, откуда у нас будут денюжки, потому что люди идут на причастие и платят за свечки, за всё остальное, и получают, но получают, получается, если бы качественно нам ещё и причастие говорить, то получаем каждый раз яд, когда с грехом приходим причащаться, когда исповедь, вот, даже после молитвы прошла, а грех остался, ты себе в смерть причащаешься, я вам читал в требнике, как об этом написано. Вот так, Татьяна, вот, честно говоря, большая роль священника, к которому вы ходите, и если он такой действительно любвеобильный, то есть понимает вас, и то, поговорив с ним, что, батюшка, вот я грех-то исповедаю, а он меня не проходит, давай подумаем, как мне от него избавиться, то он позволит вам не причащаться какое-то время. Я вас уверяю, когда вы вот с таким осознанием своего греха, даже поисповедавшись, не подходите к чаше, то иногда вы получаете большую радость за свой подвиг, что я вот мог, а не пошел, потому что не чувствую истинного покаяния. И получаете радость. Господь вас все равно радует, чем значит вы каждый раз стремитесь «я пойду, я пойду». Вот это все понятие, что выжигает мои грехи, причастие – это глупость полнейшая. Это такая же глупость, как тут ходила в пандемию, что причастие вирусы убивает. Вот делать нечего было Христу кровь свою и тело проливать за вирусы, за убийство вирусов. Вот так, мои хорошие, все, пойду подкину, я что-то тут долго у вас засиделся, дыма нет, значит, там прогорело. Пойду подкину, а вам здоровья, радости, аминь. Музыка,